Это Honda Goldwink 2015 года. Объем двигателя 1.8, как у большинства среднестатистических машин. Он создан для путешествий, ездить на дальние расстояния с комфортом, тут подогрев сидений, музыка. Даниил ездит на мотоцикле больше года. Уже побывал в Нижнем Новгороде, Москве, а также в соседних областях. Несмотря на то, что мотоцикл рассчитан на двух человек, пассажира предпочитает с собой не брать в целях безопасности. Люблю один ездить, потому что с пассажиром на мотоцикле ездить довольно-таки сложно, потому что ты маневрируешь, а пассажир не понимает, что нужно делать, и поэтому можно потерять баланс и также упасть. Сегодня Даниил выехал размяться. По-настоящему сезон открывает в мае, когда на улице значительно теплее. Признается, что простудиться можно уже при скорости в 20 км в час. С ним согласны и более опытные товарищи. Несмотря на то, что первые мотоциклы появились на улицах города после того, как исчез снег, их водители рискуют получить травмы. Во-первых, холодный асфальт, ухудшается сцепка мотоцикла с дорогой, и большое количество грязи, пыли и песка после зимы остается от реагентов, соответственно, и просто грязь, которая налетает на дороге. То есть при каком-то минимальном экстренном торможении, соответственно, колеса блокируются, и на песке можно упасть, то есть совершенно как бы практически на ровном месте. Основная часть аварий связана с автомобилями. Александр рассказывает, что водители часто не признают мотоциклистов полноправными участниками дорожного движения. Особенно ярко это проявляется весной, ведь после зимы водители просто забывают об их существовании. Не обращают внимания, резко перестраиваются, а зачастую скорость мотоцикла в разы превышает скорость автомобиля, и автолюбитель просто не успевает среагировать. Он смотрит в зеркало, никого нет, а через секунду мотоцикл уже рядом с ним. А он, например, дверь открыл или там решил резко перестроиться, и все. Падение – привычная часть жизни мотоциклистов. Серьезных травм удается избежать благодаря качественной экипировке, на которой не экономят. Обязательно наличие шлема, защиты спины, локтей, колен, желательно поясницы и груди. Сделаны они должны быть из хорошей кожи или специальных материалов. Конечно, соблазнительно летом покататься в шортах, допустим, в майке. И приятно, и не жарко. Но когда даже на минимальной скорости 20 км в час упасть на асфальт и пролететь 10-15 метров, потом уже можно будет до конца лета забыть обо всех делах, ходить как минимум в зеленке. Пока мотоциклисты – все же редкость. Официальное открытие сезона запланировано на 10 мая. Сделают его масштабным. Фестиваль организуют в Полянах, пригласят группы «Наив», «Черный кофе», «Оберег». Однако уже сейчас мотоциклисты просят водителей быть внимательными на дороге и дважды убедиться в безопасности маневра. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».